Продолжение следует... 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 И тут, когда поляки зашевелились в сугробах, я крикнул на весь сал. «Кончай петь! Бегись, король!» Они уже просыпаются. И самое интересное, Ольга Николаевна, я не понимаю одного. Ну хорошо, вокруг вас все пели, но вообще-то в жизни люди-то не разговаривают песнями-то. Как у вас так вот в вашей реальности это все вот сложилось? Ну я воспринимала это как реальное развитие событий. Вот это живой Иван Сусанин, вот это поляки. Сейчас они проснутся и он убьет. Надо ему помочь. Надо подсказать, что они уже просыпаются, пусть убегают. Вот тут все нормально. Ну а там маленькая девочка, вот Оля, которую вы помните наверняка. Но ей же ничего не надо было в жизни исправлять. Впереди была просто полное приключение жизни. У меня была замечательная жизнь, замечательное детство. У нас была замечательная семья, которую я искала. Там было просто половодие любви ко всем. Никогда не было темной энергетики, чтобы что-то обсуждали, чтобы плохое было. Семья была абсолютная единодушие во всем. И если меня как-то осудили за какой-то поступок, я уже не обсуждала про себя. Я понимала, что я плохая. Надо исправляться. А музыка здесь при чем? Как же. А колыбельные по вечерам, которые мама пела мне, А я пела «Сын», а потом «Внучки». Это невозможно забыть. Это же все первый опыт слуховой, который уже как прививка от дурных болезней. Вот почему мы сейчас работаем очень много с детьми. Вот в филармонии проводят полторы тысячи концертов. И тысячи с лишним из них для детей. У нас есть уникальная система приобщения к искусству детей. Мы начинаем с первых классов, выстраиваем систему концертов, тетрализованных, со всякими розыгрышами, со сказками, прибаутками. И вплетением в эту ткань общения с ними, музыкальных терминов, исторических событий, рассказываем какой-нибудь у нас геройский эпичный ключ, а какой-нибудь вредный, это басовый, там что-нибудь. Завлекаем их как можем. И постепенно, в соответствии с психологией детской возрастом, усиливаем и усложняем это общение. Потом они приходят в филармонию. И приходят, и уже сейчас приходит, с 69-го года филармония существует школьника. Ну, с вашим приходом в филармонию, действительно, слово впервые, оно часто стало употребляться. Вы сейчас вот сказали про филармонию школьника. А я бы хотел напомнить про сельскую филармонию, потому что мне кажется, что такой проект поднять было практически невозможно. Вы как это вспоминаете? Я вспоминаю то, что на одном из совещаний, по-моему, в Тюзе это было, в старом здании, по вопросам развития культуры и в области в том числе, Пётр Михайлович Соколов, светлой памяти, и замечательный человек, и председатель колхоза имени Ленина, Большомурашкинского района. Он выступает и говорит, что же у вас какие здания-то театральные, да у меня вот Дом культуры лучше, чем у вас. Врук он такую заявку сделал. Ну, как там Андрей Весецкий, я к нему вламываюсь в антракте, и говорю, а вот давайте мы с вами в вашем Доме культуры организуем филармонию. Он говорит, а что, давайте. И я приехал к нему, действительно, прекрасный дворец культуры, настоящий. Я сделал им целый абонемент, и там выступали Кавритет Бордина, Александр Познанский, симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, ныне знаменитый, Кузнецовский, наш, Нижегородский. Свой первый концерт они дали там. И до 90-х годов существовало от филиала, мы приезжали регулярно, более того. Вот теперь история, которая, конечно, уникальна, потому, ну, может, вы вырежете, но не советую, потому что это предмет для размышления нынешних предпринимателей. Помните, был год, когда в августе выпал снег, и весь урожай картофеля закрыт снегом. Звонит, говорит, Ольга Николаевна, спасай, делай что-нибудь. У меня же просто люди падают с ног, и никакой отдачи. Ну, привези нам кого-нибудь так, чтобы дух поднять. Какой культуры внутренней был сам человек. Я говорю, ну, вот у меня через два дня как раз приезжает Хурпетинск. Он говорит, сколько стоит? Я ему говорю, очень дорого стоит. А я не имела права отдавать просто. Так он, заплачу, привози. И мы приехали. Я выхожу на сцену, начинаю рассказ про Хурпетинского, народу битком. Когда кончился концерт, я вижу, как к нему подошли мужики, все такие нарядные, красивые. Говорят, ну, Петр Михайлович, ты нас уважил, и мы тебя уважим. Мы должны мечтать об этом мёгли. Завтра выйдем в поле, не уйдём, пока не уберём картошку. И через несколько дней он мне позвонил. А знаешь, какое урожай они мне сняли? Сколько я получил прибыли? Я без своего концерта ничего бы не сделал. Так что наше с вами дело великое. Наше с вами, это приятно слышать. У тебя какой-то вопрос. Упомянули вы 90-е годы. Есть известное выражение, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но действительно, 90-е годы убили многие творческие начинания, творческие коллективы, подкосили многие российские филармонии. А вот именно Горьковское и Нижегородское стало сильнее. Во всяком деле, во всяком ремесле, и в том числе в нашем искусстве, я считаю, что очень важны традиции. Поэтому всё, что с нами произошло в 90-е годы, спасибо, но не мы одни выдержали. Было несколько филармоний, таких, которые трудились сами очень основательно. Между прочим, XIX век и художественно-промышленная выставка, а не промышленно-художественная, или не просто промышленная. Уже тогда были художественно-промышленные выставки, куда приглашали по несколько оперных трупов, Шаляпина открыли, театры построили. Русское музыкальное общество открывало бесплатные музыкальные классы, и Нижний Новгород был один из них. Откуда потом выросла идея бесплатных концертов на откосе, и которую мы продолжаем сегодня? Это всё наши предки. Они нам просто вот... Создали, надо было это просто не потерять. Да, надо память. Там же не было до этого вот ничего. Ну почему? Нет, 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 так не надо говорить. Нижегородская филармония всегда горьковская была. Нет, нет, нет. Это да. Я не о том, что там не было концертов, или не было замечательных имён. А вот такого, такой заявки, такой международной славы... Ну вот 62-й год, когда Ростропович, не найдя поддержки в Москве, своему другу... Приехал сюда. Да, и предложил провести фестиваль современной музыки. Я многократно об этом вспоминаю. Для меня это тоже был знак. У нас... Нам тоже силы знаки подают, и очень часто. Мы только лихаемся. Да, иногда читаем, иногда нет. Так вот, надо бы, чтобы в мой первый в жизни юбилей открылся первый фестиваль современной музыки. Ну вот как вот? Это ещё было одно потрясение. Я уже поняла, что больше без филармонии жить не могу. Такой-то был праздник наполненный, такой глубиной, красотой. Такие отношения, такие великие люди приехали. Всё в нашем городе. А в Москве я не нашёл поддержки. Так кто столица? Мы. Мы географической, может быть, провинции. А столица в то время сказал почти всерьёз Шостакович, который открывал и увидел этот фестиваль до того времени. Что Москва будет пригородом? Да. Он сказал, ну, если так дело пойдёт дальше, Москва будет пригородом Нижнего Новгорода. Ну, пригородом, конечно, трудно быть, далеко. Но то, что у нас бывают события, которых не было в Москве и не будет, мы можем только гордиться. До сих пор к нам заявки даже из других городов по интернету купили билеты на наш фестиваль. К нам на фестиваль «Шнитки вагонами» приезжали из Москвы зрители и слушатели. А в Москве его не было при жизни. Он был единственный, как и у Шостаковича, единственный при нём фестиваль. Но это всё были традиции, и мы это поддерживаем. И наш фестиваль «Современная музыка» в ЧС имени Сахарова, он был родился в то время, когда он только и мог появиться. Потому что он уже фестиваль искусств и международный. Значит, фестиваль «Современная музыка». Как бы ни был он богат и интересен, но современная музыка не рождает. Каждый год Шостаковича, Ростроповича. Значит, всё равно ресурсы другие. Город был закрытый, теперь его открыли. Этот фестиваль сразу, как фейерверк, насытился разными жанрами, разными именами. С огромной радостью в ответ на предупреждения. Говорит, что ты делаешь, с ума сошла? Сейчас все куда-то разбегаются, а ты в фестиваль. Да никто не придёт ни в зал, ни на сцену. Все пришли и в зал, и на сцену. И приехали наши бывшие соотечественники. Играли бесплатно. Они стали, многие из них, звёздами. Никогда такого подъёма. Ну, какой-то есть какой-то секрет, кроме традиций, ритуалов. Что там такое? Есть ещё один секрет. Какой-то у вас там призрак. В тяжёлые времена люди тянутся к красоте. Ко всему можно приобщить через красоту. И это не почти серьёзно. И всё равно, вот есть у меня такой до сих пор вопрос без ответа. Для того, чтобы быть администратором, а у вас, я так знаю, за это есть награды, нужны одни качества. Ну, руководители. Когда вы выходите на сцену, и вы просто победитель и вот триумфатор, а за этим всем есть какое-то количество, огромное количество чёрного труда, тяжёлого, о котором кто должен знать. Если я правильно вас поняла, вы хотите, чтобы вышел скрипач на сцену и сыграл виртуозно там какую-нибудь перпеду мобиль, а потом сказал... Нет, нет, нет. У нас однажды... Почти серьёзно. У нас однажды наш блистательный скрипач Владимир Альпирович, наш артист филармонии, который работал уже в те годы по школам. И вот, да, он выходил и играл на скрипке, показывает цепычок, а вот это там... И говорит... Он показал... А вот это вот, если... Он показал им пиццикатов. А как можно ещё играть на скрипке? Он вёл к главному герою смычку. Мальчик сказал, я знаю, а как? А можно ещё играть хорошо. Ну вот, что я хочу сказать. Достойный ответ. Не надо думать о том, как это трудно. Наоборот, надо думать, боже, как это красиво. Вот идут... Многие приходят в филармонию, и говорят, ну, мы же ничего не понимаем в этой музыке. Это так тяжело и так... Но я-то, конечно же, всё понимаю. Но я-то знаю, что когда я была ребёнком, я тоже приходил, и меня потрясало. Знаете, какие самые лучшие были звуки? Вот вышли музыканты. Аплодисменты. Они сели и начали настраивать. Настраивать, согласен, согласен. Вот сейчас вот этот хаос стихнет. Это всё только ещё... Предвкушение. Только ещё, да. Правда? Да. Правда, это правда. Шекспир, ещё старина Шекспира. Поэтому не надо думать, придя в филармонию, о том, о чём эта музыка. О каких чувствах эта музыка. Что она держит? Волнение, радость, ликование, отчаяние, могучую волю Бетховена. Это трагедийная ситуация. Ну как же можно не понять Шостаковича. С фронтов собирали ребят. Сыграли они замёрзшие, увеченные, больные. Сыграли седьмую Ленинградскую симфонию. Весь мир сказал, ну нет, эту страну никто не победит. Поэтому не надо искать музыку прикладную. Музыка адресована, минуя разум, разбудить наше волнение сердечное, душевное. А потом, вы правы, наверное, вот сейчас, я тоже услышала это, я даже это не подозревала в вопросе, но я тоже услышала. Ты идёшь и даже не знаешь, что в тебе действительно может неожиданно возникнуть, и дать ответ на вопрос, который умом на самом деле, может быть, ты бы и не решил, а сердцем кажется, что тебя, например, обидели, или кажется, что мир к тебе несправедлив, или кажется, вот есть музыка, и ты остаёшься с ней один на один, потому что там ничего больше нет. Вот на все ваши эмоциональные состояния найдётся что-то. Надо вслушиваться, сидеть, даже не задавать себе вопросы, просто наслаждаться этой красотой. Красотой и содержанием, конечно же. Я говорю, ну, если, как говорили, если Моцарт отразил гармонию мира, то Шостакович борьбу в нём. Почему современники Баха не признали, даже сыновей считали выше его талантом, закопали где-то под мостом так и забыли, а через сто лет, наверное, опять же, какие-то силы открыли, и вот уже сколько? 685 год рождения, 750-е смерти, да, Баха? Сколько лет сейчас, считаем, 300, да? И мы все слушаем, не отрываясь эту музыку, потому что она от Бога гармония. Недавно наш святейший батареарх сказал, значит, создатель замышлял мироздания как гармонию. Понимаете, какое хорошее слово? А вот эти ваши прекрасные друзья, наверное, их можно назвать так, кто является авторами фестиваля, они о чём вот этот фестиваль создавали? Вы про кого говорите? Про Ростроповича, про Вишневскую, про тех людей, которые, наверное, считали вас близким человеком, а не просто руководителем филармонии. Ну, начнём с того, что я вам объяснила, что мой девичий юбилейный день рождения был первый в фестивале создан, и я там была потрясённым слушателем и навсегда пришедшим туда. Это делал Ростропович, Гусман и тогдашний директор филармонии Геннадий Петрович Никитин. Рискованный человек, это был большой риск. Что такое современная музыка? Вы же сейчас много слышите. Недавно несколько передач было, Игуди Минухин, даже у них там сопротивлялись современные... Но всем известное слово «сумбур». Каждый знает, кому отнесли это. И вдруг целый вечер современный, целый фестиваль современной музыки. Это они рискнули. Это был прежде всего Ростропович. Вот опять же традиции, когда мы к нему обратились с просьбой... Поддержать, да? Разрешить носить его имя филармонию, он сказал «Хорошо, потом, хорошо». Разрешаю. С его согласием. Ведь очень многие филармонии или театры носят имена великого человека, но как бы объясняя свои цели. Они туда стремятся. Или какая-то ситуация в жизни. Тут сам разрешил. Это дорогого стоит. Вы очень спелые женщины. Я думаю, что вы ничего не боитесь. И тем не менее, выйти на сцену в официальном концерте вместе с Дорой Шварцберг вам не страшно было? А, вы и пора это знаете? Нет. Это не кайферный вопрос. Нет, мне было не страшно. Но я 30 лет к тому времени уже не играла. А тут мы хотели сделать юбилей веселый. Чтобы кругом, как вы свои передачи... Почти серьезно, да? Да, почти серьезно. Ну и Дора, она великая музыкантша и чудесный человек. Она говорит, давай мы... А, я гостила в Вене. И была у нее дома. И когда она там сейчас занималась, я в соседнем гостиной сидела и поиграла. С удовольствием. С нее роскошный рояль. Думаю, столько лет я все только организовываю. И она выходит и говорит, слушай, а что бы тебе не поиграть? Давай мы с тобой сыграем. Это ее была идея. Но как? Выйти и играть неинтересно. Мы разыграли все как надо. Она вышла, потребовала концертмейстера. Концертмейстера нет. Потребовала директора. Она сказала, ну вот не пригласили, когда садись, сама играй. Я сказал, ну давай, попробуем. А что играть будем? Уже была первая волна смеха в зале. Потом она назвала мне, я говорю, а, ноты? А ноты-то есть? Значит, принесли ноты. Я говорю, а в какой тональности будем играть? Это тоже второе. Это все на сцене было. И все на сцене. Народ был веселый очень, довольный. И я попросила нашу профессор Изабеллу Альтерман. Я говорю, давай сделаем так, подстрахуй меня. Вот если в последние секунды я пойму, что вот у меня нет сил, ну ты выйдешь и саккомпанируешь. Ну ей с листа сыграть. Вот и она за кулисами ждала. Белла там стоит. И я сажусь, беру ноты и говорю, ну кто-нибудь хоть перевернет мне ноты. Есть там кто-нибудь за кулисами? Это шутка была. И выходит профессор консерватории. Лучший консервистер нашим в Нижнего Новгорода. Ну тут уже, поняли, розыгрыш кончился. Все довольные. И Белла Абрамовна садится и переворачивает ноты. Вот тут уже, знаете, такой прямо катарсис. Все уже ржали. Потому что, ну, поняли, раз зовут... Профессор консерватор переворачивает. Сейчас директор посадит, сама пойдет за кулисы. Но успех был огромный. Ну и я получила удовольствие огромное. Эти вещи надо делать, рисковать. Значит, видимо, нам нужно тоже многосерийную историю с Ольгой Николаевной начинать. Потому что программа-то короткая. Но мы тоже получили удовольствие. Но мы с вами совсем ничего не сказали про фестиваль. Мы с вами совсем ничего не сказали про фестиваль. Потому что фестиваль, видимо, Ольга Николаевна скажет сам за себя в очередной раз. Но все-таки пусть наши знают, что фестиваль этот живет в Калармонии им постоянно. И если он проводится раз в два года, мы его готовим. Сейчас уже даже следующий фестиваль будет. Уже 18-го. Да. Но на все вкусы. И что на фестиваль приедет больше народ, чем на чемпионат мира по футболу. Ого! Ну, пример. Ну, почти серьезно. Смечательно. Но я хочу сказать, что при том, что теперь фестивали только ленивые не проводят. Везде звучат фестивали. Но наш фестиваль отличается тем, что в нем есть всегда что-то то, что... Никогда и нигде. ...откликается на что-то было. Вот. Поэтому, ну, во-первых, мы уже сказали, что он стал разно-жанровым и разно-странным. Там из Европы, из Америки восемь стран к нам приезжают. Разнолики. Потому что семь дирижеров встанут за пульт. И одни из них, между прочим, конечно, наш Скульский, но будет. И Спиваков будет и Башмет, и Гуликерс, нидерландский дирижер. Из Америки приедут молодые звезды Метрополитом. Представляете, какие открылись возможности? И будет одна... Очень... Квартет Бородина будет. Как фестиваль 62-го года сочинял Гуслан Расторпович и Геннадий Петрович Никитин. Фестиваль в Сахаровске мы сочинили вдвоем с Валентином Санычем Берлинским. У нас были события такие, которые не было никогда, нигде. Ну ладно, там симфония Шнитке, это, конечно, была революция, и нам досталось, но это и осталось на всю жизнь. Теперь эта музыка звучит в Германии. А потом был наш фестиваль Шнитке, но было событие, когда Шостакович открыл и сказал эти слова насчет пригорода, возникла идея. Ему, у него созревал давно вообще провокатор, в хорошем смысле, Расторпович был. Он ему говорит, «Медмитриевич, о чем вам не потихожить?» Да. Ну, тот даже и не повышлял, но, тем не менее, они его уговорили с Гусом. Уговорили, и вот в ноябре 2013 года произошло событие из ряда вон выходящие, когда единственный, а потом шутили, два раза в жизни стоял за державским пультом Шостакович. Первый и последний раз в Нижнем Новгороде. Два раза. Вот так вот? Да. Он встал за пульт. Става Леопольдович играл в велончельный концерт, Дмитрий Дмитриевич продирижировал овертюру праздничную, а потом во втором году и Галина Павловна Вишневская сыграла, спела песни и пляски смерти. Это было совершенно незабываемо. Вот дети же мы были еще тогда, но до сих пор стоит у меня эта какая-то поднебесная красота, и ее, вся, с головы до пят, и ее мощь, и ее энергии, как она это спела. И Шостакович встал за пульт. Но месяц Израиль Борич вместе с Ростроповичем по очереди. Сначала Израиль Борич учил каждому партию один. Чтобы музыканты ему подвели. Потом приехал Ростропович, объяснял, сначала Госсом дирижировать, Ростропович играет в велончельный концерт, а музыканты аккомпанируют. Теперь уходи, он говорит, теперь я без него. Вот теперь я буду вам с затылком дирижировать, а вы, а теперь я вас буду сбивать, а вы меня не смотрите. Дмитрий Дмитриевич гениальный дирижер, он будет волноваться. Что бы ни произошло, а вы играете как надо. Вот они и сыграли как надо. Шостакович был ошеломлен, что все сыграли. Говорит, оказывается, я дирижер неплохой. А Израиль Борич говорит, ну, а вы получили удовольствие? Он говорит, ни малейшего. Вот я хочу сказать, обратить внимание, Славши, вот на этот концерт. Мы его назвали концертом ретро. Теперь вместо Ростроповича будет играть Йовица Андрей, победитель конкурса имени Чайковского, первой премии в этом году. Солистка Центра Вишневской будет петь за Галину Павловну. И назвала Ольга Ростроповича, сказала, только ей можно доверить. И надо принять в Большой театр на исполнение партии, которая пела когда-то Галину Павловну. У нас мы все вернемся в ту атмосферу, и все это будет. Будем ждать этого как чудо. Ольга Николаевна Томина, ну, я не знаю, регалии, звания, волшебная женщина. Нет, счастливый человек, которому открылась музыка. И я всю жизнь стараюсь еще всем-всем объяснить. Ее открыли. Это такая красота, это такое вдохновение, это такое здоровье душевное. Приходите в филармонию. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok